Благотворительный фонд «Правжизнь» представляет История чудеса Александра Невского храма в Авдотино Взрыв не разрушил, пули прошли насквозь, фотоаппараты внезапно разряжаются, снимки засвечиваются, стены светятся синим светом, а на дороге прекратились аварии. Все эти и другие чудеса происходят в храме в честь святого князя Александра Невского в Авдотино. Донецк. На высоком холме, откуда открывается вид на город, долгие годы стояли руины старого храма. Каменный Александра Невский храм здесь был построен в первой половине XIX века. После революции храм закрыли и разрушили. В годы Великой Отечественной войны, когда на оккупированных землях немцы разрешили снова открывать храмы, местные священника верующие возобновили богослужения. Но уже не в разрушенном храме, а в церковной сторожке. После войны священника сослали в тюрьму, но саму сторожку снесли только в 1963 году. В 1993 году верующим снова был создан приход в честь Александра Невского. Казалось бы, обычная история храма, но это только на первый взгляд. Историю храма сопровождают необъяснимые чудеса, о которых знает весь район. В 1937 году советская власть решила уничтожить Александра Невский храм. К нему подвели взрывчатку, заложили внутрь и взорвали. От взрыва храм немного приподнялся и опустился на прежнее место. Тогда решили заложить динамит в самое основание храма, в склеп, где покоились останки основателей и строителей храма. А второго взрыва храм разрушился. Развалины засыпали землей и насадили деревья, чтобы уничтожить всякую память о святом месте. Однако растения не приживались, и остатки фундамента и стены остались на долгие годы. Печальные чудеса стали происходить в поселке с 1963 года, с того момента, как разрушили приспособленную под храм церковную сторожку, в которой еще совершались богослужения. Трактористы, которые за одну ночь несли последнее церковное строение, в скором времени все заболели и скоропостижно умерли. Тогда же был засыпан мусором церковный колодец, и загадочным образом исчезла вода во всех колодцах окрестных сел. Женщина-председатель поселкового совета решила перед закрытием храма забрать себе церковное облачение, чтобы пошить себе платья и юбки. Вырядившись в одно из этих платьев, она прошла по поселку, чтобы всем показаться. На следующий день у нее началась страшная гангрена на ногах, от которой она долго и мучительно умирала. Трасса, которая проходит мимо руин храма, стала местом постоянных аварий. На каждом дереве венок, говорят про нее местные жители. В 2007 году храм было решено восстановить. Для этого был составлен проект храма, точно воспроизводящий первоначальный облик. И начались строительные работы, а с ними и новые чудеса. Так, например, практически перестали совершаться аварии на дороге возле храма. Когда были откопаны все камни первого храма, перед строителями встал вопрос, как их отмыть от грязи, чтобы использовать при строительстве. На следующий день начался ливень, хотя обычно в это время была сильная засуха. И продолжался три дня, пока камни не отмылись сами. Когда строители фотографировали фундамент, камни на всех снимках светились синим светом. А когда нашли останки основателей храма на месте разрушенного склепа, засветились и их рентгеновские снимки. У всех фотографов, которые пытаются снимать строящийся фундамент, фотоаппарат загадочно разряжается. Когда были найдены несколько колоколов старого храма, один из них был прострелен, однако чугун не раскололся, а пули прошли насквозь. Есть даже сведения об исцелении от болезни, которые произошли с теми, кто восстанавливает этот храм. К настоящему моменту отремонтированы фундамент и склеп, перезахоронены останки основателей храма, возведены стены, построена деревянная звонница. Дальше стройка приостановилась. Не хватает средств. Восстанавливающийся храм Александра Невского очень нуждается в деньгах на завершение строительства. Пожертвуйте деньги на возведение сводов и куполов по ссылке в описании под видео. Помогите возродить чудотворный храм. Совершить пожертвование можно пройдя по ссылке, которую мы разместили в описании к этому видео, или по ссылке, которая появится на экране в конце ролика. Оказать помощь можно делом, позвонив батюшке и предложив свой труд, инструменты или материалы для восстановления храма и реализации храмовых проектов. Нет возможности помочь деньгами или делом? Помогите словом, помолившись за батюшку и его прихожан. Список имен в описании к видео. И самое простое, поделитесь этим видео со своими друзьями. Не забывайте писать в комментариях к этому видео ваши имена. Их протеерей Домшенко Сергей Николаевич будет поминать в храме в течение года. Передать записки о здравии и упокоении в этот храм можно по ссылке, размещенной под видео. Мир и радость будет в вашем сердце за дело вашего милосердия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok